Всем привет! Меня зовут Анита Лоас. Я сертификатер, как скажешь, и я здесь снова с моим хорошим другом, доктором Этони Матюсом. И смотрите, смотрите, это Энтони! О, было весело. Мне понравилось. Мне понравилось. Мне очень нравятся эти серебряные шторки сзади тебя. О, да, это все специально для тебя. Добро пожаловать, Энтони. Спасибо, что пригласила. Да, я в нужном месте. Замечательно. Ну что, мы сегодня поговорим про ASB, синтез бытия Энтони. И что мне было интересно насчет вот этих сессий, это та энергия, о которой ты всегда знал, но, может быть, ты не мог назвать ее как ASB. Но это то, к чему тебя всегда был доступ. Отличный вопрос. Вообще супер-супер вопрос. Первая часть этого вопроса – это энергия, которую я всегда был. Тем не менее, я не знал, как быть ею. То есть, я не знал, что я ее являюсь. И мне потребовалось услышать это от Гэри Дугласа, основателя Axe Consciousness. И пять лет назад он попросил меня поработать с ним. Я был хиропрактиком, и у меня много было в запасе техник разных. Уже 20 лет я работал с телами людей. И он попросил поработать с его телом после класса. И я думал, что он хочет какой-то миофасциальной работы или хиропрактической. Но я понял, что он меня не просит сделать то, что я обычно делаю профессионально. Он говорил со мной, и он сказал, попроси мое тело измениться. Я такой, в смысле, что ты имеешь в виду? 15 лет образования про тела. Он такой, ну, хорошо, да, просто скажи моему телу, чтобы оно изменилось. И попроси, ну, что, я просто поставил ручки в какое-то определенное место. Я просто был с собой в тот момент. И я такой, о боже... Даже я не знаю, что для этого парня сделать. И было такой бум! Его тело начало просто трястись, и вот прям энергия ощущалась. Я спросил, вау, а как у тебя, у тебя все хорошо? Он такой, да, все хорошо. У тебя есть потрясающая способность, очень похожая на его энергиевого партнера, доктора Дэйна Хира. И у него есть ASB и симфония возможностей. Это очень похожая энергия. Я такой, что? Ты что имеешь в виду? И вот в чем вопрос. Знал ли я, что у меня была эта способность? Нет. Но то, что я знал, я знал, что что-то еще возможно для людей, куда люди могут прийти, то есть было доступно какое-то энергетическое новое пространство. Я всегда знал, что есть что-то гораздо большее, чем то, чему нас учила эта реальность и что она нам показала. Это не необходимо, как бы, знаете, тренировать, что вот, да, у меня были гуры, у меня… Я много чего делал, я йогой занимался, практики перерождения были. Я столько всего делал разного, но инструменты Access Consciousness, они вообще сдвинули совершенно все и убрали те моменты, те сферы жизни, где я был застрявшим таким. И я пытался прийти к чему-то, да, к какому-то просветлению через гуру. И вот еще очень длинный ответ на твой вопрос, но я… Ладно, я всегда знал, что что-то еще возможно. Я знал, что лично во мне что-то есть. У меня был голод, желание такое. Но даже в тот день, когда он сказал, «Эй, у тебя есть эта способность», я такой, в смысле, что, серьезно? Но это было замечательно, потому что в тот момент… В тот момент я функционировал из пространства, из которого я никогда не функционировал раньше как хиропрактик, как целитель. Это был совершенно новый уровень, совершенно новая вселенная. Я даже не знал, как я туда пришел, что я сделал. Но знаете что? Гэри Даглас… Я очень много делал это с Гэри Дагласом, доктором Дэйном Хиром. И вот похожа была, да, энергия SOP, сифоне возможностей. И потом мне позвонили на следующий день и сказали, «Как у тебя дела?» И я такой, «Знаете, я валяюсь на полу». Почему? Потому что я чувствовал, что я функционировал из совершенно нового мира. Цвета были ярче, чувство прикосновения было еще более таким чувствительным. Все было просто другим и великолепным, сильным, изумительным. И это было вообще что-то вау. Когда вы умозаключили свои проблемы, свои… Вот в этом пространстве все эти проблемы, это не существовало. А что для тебя было доступно с того момента? Или ты, знаешь, терял это ощущение, а потом возвращался к нему? Тоже потрясающий вопрос. И да, я работал с Гэри Дэйном после классов. Я сражался с демонами в своей собственной голове. Типа, почему же они меня просят? Знаете, почему я… Знаете, как бы на классах Access Consciousness было 95% женщин, и когда я впервые получил приглашение от него, я ощутил… Ну, как бы мне показалось, что он так делал для того, чтобы еще больше мужчин оставались в Access Consciousness. Такая, подкуп такой. И я ощутил вот эту энергию знания того, что еще возможно за пределами этой реальности, как целитель. И я знал, что это возможно еще с детства. И в этот момент меняется вообще вся жизнь. И я такой, блин, как это вообще все произошло? И да, часто я уходил в свою голову насчет этого, потому что я думал, блин, как же вернуться к этому дню? Но я не уходил в этот день обратно, потому что я не создавал этот день, потому что тот день был тем днем. Тогда я знал, знаете что? Нет ограничений. Нет никакого потолка. Энергия – это энергия, энергия бесконечна. И хорошая новость в том, я знал, что будет много осуждений, проекция на меня наложена по разным причинам, но потому что через все, что я лично прошел, я знал, что было что-то, что резонирует со мной. Я такой, ладно, мне пофиг, кто меня судит, и что вообще люди будут говорить. Я это буду делать, и мне не важно. И я выпрыгну, знаете, я начну это делать, и если я облажаюсь, то окей, но я буду это делать. И я даже не понимал, работает это или нет. Ну, то есть, у меня было много пациентов, я работал с тремя людьми одновременно. Вместо трех часов я работал один час одновременно. И люди вообще даже никогда не сталкивались с энергетической работой до этого. И когда я заканчивала сессия, они такие, что произошло вообще? Что я такое? Они вообще замечательно описывали каждый свой опыт. Мне нужно было услышать то, что они говорили, чтобы оценить. Ну, потому что я реально сражался с самим собой. Насколько я хорош в этом? Да. И да. И разве у нас не у всех такое, да? Мы ищем какой-то оценки со стороны, признания, и энергии ASB, с которыми люди играют. Разве это не твоя сила, твоя способность? То, чего мы все так ищем? То, чего мы ищем? Ну, да. Я не искал какого-то определенного момента, да, чтобы это проявилось. Ну, там, да, там реально было что-то, чего я искал, но не что-то конкретное. Я искал эту энергию. Но моя практика показывала мне, что возможен энергетический мир возможностей. Не знаю, как для других хиропрактиков, я просто знал, что это, ну, как бы, работа для меня. И я искал тех парней, похожих на Гэри Дугласа. Даже когда я вышел, закончил университет медицинский. Знаете, было очень забавно, что Гэри Дуглас и Дэйн Хир встретились именно в тот момент, когда я заканчивал медицинский университет, это было забавно. И мы все... Ребята назвали это ASB, энергетический синтез битья Энтони. Это все приходит из энергии синтеза битья Энтони. И, да, это похоже было с Дэйнем, когда он сделал какую-то работу энергетическую с телом Гэри, и появилась ESB, энергетический синтез битья. И это создало возможности для тел других людей. И он, Гэри, инструменты Access, они изменили всю мою жизнь динамично. И он работал также со мной на моем теле, и он выходил в те моменты моей Вселенной, в те места моей Вселенной, где я боялся, где я ограничивал себя, и разрушал эти ограничения. И когда я вставал со стола, я такой был с чем-то... Как будто что-то со мной произошло, я не понимаю, что это. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я знал, что я уже другой. И я очень благодарен за инструменты Access Consciousness и то, как они потрясающе работают, и как это помогло мне открыть этот ESB и осознать роль акустического бытия. Этот энергетический мир возможностей открылся. И да, мы пытаемся поговорить об энергиях, которые вообще неопределимы никак. Их невозможно определить. Да, мы вот в квантовой физике пытаемся сейчас определить это все. Но для меня это что-то вообще за пределами того, что даже исследовано учеными. и это что-то, как, знаете, насилие вокруг всего этого, потому что мы пытаемся идентифицировать неидентифицированными. И у каждого свой опыт, и когда вы получаете этот опыт, это то, что остается с вами навсегда. И никто это с вами не может у вас забрать. Потенциал и способность. Да? Я когда смотрю на себя, я всегда знала, что, возможно, что-то еще больше. Но мне было неважно, что это. Я не знала, что это. Когда я начинала Аксесс, у меня уже столько всего изменилось. И также, когда я смотрю на тебя, для тебя, ты, когда исследовал энергии АСБ, вот обнаружил их, и то пространство, с которого ты играешь с этими энергиями, это что-то совершенно иное. Это совершенно отличается от того, кем ты был, когда ты начинал заниматься Аксесс. Ты просто знал, что что-то еще возможно. Да, вот почему я это сделал. Я сделал... Да, я тысячи разных модальностей техники проходил. Я знал, что что-то еще возможно. Но я и я получил это. Ой, у меня столько всего потрясающего происходило на мой пути. Все, о чему я научился, это было какое-то знание. Энергетические целители, вот эти все разговоры. Но нигде... нигде не было плода того вот этого знания. Знаете, что вот я чему-то научился, не было плода. И знаете, что для других людей... Ну, как бы, это работало, но для меня нет. И когда мама моих детей, она совершила суицид, она ушла. Я такой, ладно, Бог, знаешь что... Знаешь, кто-то пытал... Я пытался быть духовно правильным, религиозным и метафизическим. Ну, в общем, все вот эти методологии. И вот, с другой стороны этой трагедии, я посмотрела на свою жизнь. Нравится ли мне то место, где я сейчас нахожусь как телитель, как отец, финансово? Не, знаешь, как бы там не сильно хорошая тема. Ноль как бы, ноль в этом всем. Но я все еще знал, что есть что-то еще гораздо большее. Мне было уже, знаете, я был сыт по горло этими менторами, гуру и методиками. Мне было просто уже все по горло. Но я еще, еще раз, я знал, что там что-то еще возможно, где-то возможно что-то еще. Неважно, сколько книг вы читаете, неважно, сколько вы там практик проходите, насколько вы копаете в свое подсознание, неважно. Ничего из этого для меня как бы не меняло. Но если вы выйдете за пределы всего этого, вы можете получить что-то совершенно потрясающее. Я такой, бог, знаешь что, если мне нужно закончиться всеми бодальностями, я готов, но я хочу узнать, что еще правда возможно. И я получил осознанность о том, что есть класс аксесс-баров, и это первый класс аксесс. И да, все эти аксесс-бары, что это точки, где все магнитные, вот есть эти заряды, да, про разные сферы жизни. Взросление, деньги, бизнес. Я такой, о, интересно звучит, услышал про этот класс. Я практически негативно сначала отреагировал на это, потому что мне было уже достаточно всех этих методик. Но знаете, легкость, радость и веселье, которые дали мне первые бары, да первый класс баров. Но, знаете, у меня было сомнение. У меня было много сомнений. Особенно после того, как мама моих сыновей умрела. И через два месяца я получил сессию, и я такой, хм, реально я ощутил, как весь мой мозг просто перестраивается. Это было 8 лет назад. Это изменило мою жизнь. Я больше не занимался хиропрактикой. Я не мог отказаться от той Вселенной, которой я раскрывался еще больше и больше. Я хотел показать это еще большему количеству людей. И да, вот эти энергии доступны для вас также. И вы как бы раскроете какую-то новую, да, потому что вы это вы. И ССБ, и Симфония возможностей, и телесные процессы, бары. У всего этого есть... Все это, все эти инструменты фасилитируют вас и показывают вам те энергии, которые доступны именно вам, потому что вы, это вы, у вас своя осознанность. Возможно, для нас это слишком. Но ты все еще здесь, и мы играем с ССБ. Ты? У тебя еще есть специальный класс про ССБ, вкус ССБ, вкус синтеза бытия Антони. Когда ты нам про это расскажешь? Про вкус ССБ. Расскажешь? Ну да, хорошо. ССБ – это акроним синтез бытия Антони. Энтони С ССБ. Энтони С ССБ. Энтони С ССБ. И создатель Акс Канченсис Гэрри Дуглас, он как бы сказал, что ты можешь сделать вот этот класс вкус ССБ. И я хотел пригласить людей этим классом, пригласить в этот мир возможностей. И мы использовали инструмент Акс Канченсис, использовали энергетические средства сбытия. Подарок, которым является инструмент Акс Канченсис, и подарок, который доктор Дэйн Кир и Гэрри Дуглас дали мне. Они открыли мне что-то новое. И я ощутил, что источник моей жизни… Даже как хиропрактик, я знал, что гораздо… Я знал, что существует столько борьбы в телах людей, и люди борются со своими телами. И мы прессуем, да, сжимаем возможности нашей способности в нашем теле. И я знал, что у людей есть сила, есть вот эти дары и способности. И для меня АСБ – это приглашение для вас, чтобы вы исследовали эти дары и способности. И для меня сначала, вот самый первый раз, это было исследование. Но, может быть, вы знаете, да, про ваши способности, но вы их не актуализируете. И это создает ощущение пространства. И где вам считали, что что-то вас ограничивает, это больше вас не ограничивает. Там есть единство с телом и с бытием. И многие люди, у них было насилие в жизни, но это физическое или ментальное. И для меня, когда вы работаете с этими инструментами, все эти места, которые задержали вас вне актуализации ваших способностей. И как будет выглядеть класс? Каждый класс вообще разный. И это всегда зависит от людей, кто приходит на класс. Это реально просто энергия. Нет какой определенной формулы в этом. И все это, правда, приглашение для вас, чтобы у вас было больше вас. И чтобы вы больше не были под влиянием прошлого. Чтобы это создало больше единства, больше пространства, единства между вами и вашей сущностью. Да, посмотреть, что мы можем иметь. Но не может, а как бы то, что у нас есть. У нас у всех есть эти способности. Но мы просто... Нам никто не говорил об этом. Я знал, что я потрясающий целитель. Да, я знал, что я работаю... Я работала с телами уже 20 лет. У меня есть вопрос в моем мессенджере. Меня спросили, если бы ты изучил техники ASB, может быть, ты можешь объяснить? Узнает ли она технику ASB? Этот класс — это тейстер. Это типа введение, интро в этот мир, в мир больших возможностей. Если она хочет узнать больше про это, она узнает про это больше на симфонии возможностей с Дэмом Хиром. Не обязательно... Ну, это не то, что будет инструкция, нет. Класс, где я буду давать инструкции, нет. Я буду вызывать людей. Надеюсь, что все будут онлайн в этот раз. Вам не нужно быть лично с этим человеком. Я могу на дистанции делать с другими людьми это. И мы будем делать сессии, но это... Нет, мы не будем друг на друге это делать, потому что это мучается на симфонии возможностей. Мой последний вопрос. Что бы ты хотел выбрать сейчас? Вкус бытия, Энтони, стал для тебя доступен. Что бы ты хотел выбрать сейчас? О, вообще, божечки. Мне говорилось с Дэном об этом. Что классно в Аксессе, недавно я осознал несколько месяцев, что все, от чего я желал всегда в своей жизни. Отношения, секс, деньги, размер дома, путешествие по миру. Я такой, вау, я все это актуализировал, да, у меня все это есть. И я начал паниковать, блин, что, у меня жизнь, что ли, закончилась, все, у меня уже все есть. Все, я что, завтра умру, что ли? Все, типа, жизнь закончилась. И потому что из-за вот этого мира, безграничных возможностей и энергетических миров, неопределенных энергий, о которых я стал осознан. Я посмотрела на свою жизнь и такой, а что, ничего не сравнимо с этим миром возможностей? Я такой, а что еще возможно? Я не могу дать вам что-то конкретное, потому что это все просто безгранично. Не могу дать какой-то конкретный ответ на это. И фасилитировать эти классы — это совершенно что-то иное, иная энергия. И когда ты делаешь сессии или групповые, или личные, или фасилитируешь класс основ или телесные классы, ты начинаешь смотреть, и я даже не могу сказать на самом деле что-то конкретное. Ну ладно, одна из моих целей — это не только создавать, чтобы у людей было больше ощущения себя, работая с людьми, с этими энергиями, чтобы это создало более великолепное будущее на той планете, на которой мы живем. Да, это что-то... Вся Земля в это включена на самом деле. Это то, что меня очень вдохновляет и тянет меня, да, вот эта цель. И мы создаем это. Особенно вот с этой ситуацией с карантином. Все это готово измениться. И мы, как сущности, мы можем столько всего изменить. И мы можем что-то создать на этой потрясающей планете. И моя цель — это чтобы оставить эту планету и сделать еще более великолепной для моих детей, для моих внуков и правнуков и так далее. Да, великолепно. Спасибо тебе, Энтони, за это интервью. И для всех вас вкус ASB будет 31 мая, если вы заинтересованы. Я отправлю ссылку. Оставлю ссылку в комментариях к видео. Да, спасибо тебе, спасибо. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok